Итак, вы когда-нибудь видели мангал? Да, мы все видим мангалы, мы любим жарить мясо на мангалах, но сегодня мы поговорим о необычных мангалах, а именно о кованых, о красивых. Немножко посмотрим историю мангалов, откуда они появились, как они возникли и как их, и кто первый стал применять. Печное мясо на открытом огне – одно из древнейших блюд. Добывая себе пищу и размышляя над методом ее приготовления, люди стремились придумать наиболее удобный способ. Мангал и стал таким приспособлением, которое в значительной мере упростило процесс жарки любого мяса. Совершенствуясь веками, мангал превратился в удобный и необходимый атрибут как сагородного отдыха на выходных, так и повседневной жизни владельцев частных домов. Сегодня это не просто предмет для жарки шашлыка, но и повод для гордости кузнеца и владельца. Ведь огромный ассортимент кованых мангалов, разнообразие их видов и искусства декора поражают воображение каждого. Мангал – это восточный термин, который созвучен на многих языках. Бытует мнение, что его изобретению мы обязаны жителям Древнего Востока. Есть и такие, кто территориально связывает возникновение мангала с Северной Каролиной, США. Но есть и археологи, которые называют Древнего Скифа Анахарсиса, первым, кто придумал и смастерил мангал из железа, выплавленного из Керченской руды еще в VII веке до н.э. Так или иначе, возникновение и совершенствование мангала тесно связано с развитием кузнечного дела, зарождение которого по сей день не датируется. Ведь самые крупные мировые археологические музеи содержат образцы кузнечного мастерства еще с каменного века. Первые кованые изделия изготавливались из метеоритных и самородных металлов. Что касается бывшей территории СССР, то самые богатые территории на залежи самородных металлов это Казахстан, Урал, Кавказ, Алтай и некоторые районы Якутии. Поэтому вовсе не удивительно, что именно на Востоке появляются первые кованые мангалы. Появление и совершенствование мангала в России приходится на времена императора Петра I. Именно он способствовал стремительному развитию металлургии и кузнечного дела, желая в краткие сроки укрепить флот. И хотя кузнецам запрещалось ковать что-либо вне нужд кораблестроения, они изготавливали и мангалы. Но в отличие от восточных мангалов, они делали мангалы прямоугольной формы. Ковали исключительно вручную. А с изобретением парового молота кузнецкое дело заметно шагнуло вперед. С того момента любые изделия изготавливались быстрее и совершеннее. Появились мастера кузнецкого дела, которые соревновались в своей искусности. Регионами, которые славились наилучшими кузнецами. Были Вологда, Городец, Воронеж, Казань, Ярославль, Ладейное поле. А теперь наконец-таки поговорим о видах кованых мангалов. Какие они бывают? Мангалы, которые украшены коваными элементами, приятно называть коваными красивыми. Однако ковка бывает разная. Условно их можно разделить на три типа. Горячая, машинная и холодная ковка. Что такое ручная горячая ковка? Это классический метод обработки металла с помощью жара и мастерства кузнеца. Ковка выполнена вручную и обладает индивидуальностью. Каждая деталь будет чем-то отличаться от других. При этом форма украшений ограничивается разве что фантазией мастера. Машинная ковка. Ковать сталь можно не только вручную, но и с помощью современного оборудования. Полученные путем машиной обработки детали стоят дешевле. При этом мало чем уступают работе кузнеца. Стабильность результата, большое разнообразие ковки и доступность позволяют создавать прекрасные мангалы по отличным недорогим ценам. Ручная холодная ковка. Альтернативный способ получения витиеватых кованых элементов. Механическая холодная обработка деталей готового проката. За основу берутся различные прутья и полосы, которым вручную придают нужную форму с помощью станков и приспособлений. Детали, полученные таким путем, чаще всего используются в сочетании с элементами горячей машиной ковки и реже в качестве основного орнамента. Вот такая история мангала. Итак, если тебе интересно, жми класс, подписывайся на канал и не пропускай ни одного нашего видео. Всем пока!